Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Батия. Сегодня мы будем читать 44 главу. И приказал Иосиф, начальнику дома своего, говоря, наполни мешки этих людей пищей, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его. А чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром закупленный им хлеб. И сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он. Иосиф продолжает своих братьев воспитывать. Он подводит их к раскаянию. Действительно, Иосиф ничего плохого им не делал. Если он делал какие-то замечания, то для исправления братьев. А они за его добро отплатили ему зло. Ведь Иаков отец посылал его к братьям, чтобы узнать, нет ли у них каких-то там трудностей. И он шел с открытым сердцем. Не та ли это, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней, худо это вы сделали. И вот начинается погоня за братьями, потому что им подсунули назад их серебро, а главное чашу, ее положили в мешок Вениамина. Он догнал их, распорядитель, и сказал им эти слова. Они сказали ему, для чего господин наш говорит такие слова. Они возмущены. Я думаю, что в этот раз они следили за своими мешками. Им, наверное, самим надо было разобраться, так как же серебро после первой поездки в Египет вернулось назад, если египтяне сказали, что они это серебро получили. И они могли бодрствовать, но не заметили, как это произошло. Он догнал их и сказал им эти слова, как и велел сказать Иосиф. Они сказали ему, для чего господин наш говорит такие слова. Нет, рабы твои не сделают такого дела. А я буквально уверена в этом. Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе земли хананской. То есть мы честные люди, и то, что мы нашли, мы хотели вернуть, но вы сами не взяли. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? Тем более, зачем им чаша, на которой гадают? Гадание – это для евреев, а вода – зора, чудное служение. Зачем им это? У кого из рабов твоих найдется тому смерть, и мы будем рабами господину твоему. Они говорят с полной уверенностью, что эта чаша нигде не найдется. Он сказал, хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты. То есть не обязательно вас всех брать в рабство. Вот у кого найдется чаша, того и возьмем. Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начав со старшего и кончил младшим. То есть от одного к другому, и нигде нету, нету, нету. У них полная уверенность, что все беда миновала. И нашлась чаша в мешке Вениаминова. И разодрали они одежды свои. И, возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город. Они понимают, что это убьют их отца, Якова. Яков был очень влюбчивый человек. Помните, как он в Рахиль влюбился? А как он любил своего сына Иосифа, делал для него разноцветные одежды. Потом его душа прилепилась к Вениамину. Ему так все тяжело было. И пришли Иуда, и братья его, почему здесь имя Иуда спереди, он решительно возглавляет вот эту процессию. В дом Иосифа, который был еще дома, и пали пред ним на землю. Он был еще дома, то есть не ушел по делам фараона, по делам Египта. Иосиф сказал им, что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает? Иуда сказал, что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдаться? Бог нашел неправду рабов твоих, какую же неправду? Брата продали. Вот мы, рабы, господину твоему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. То есть, если ты нашего брата берешь, бери нас, мы не можем вернуться без Вениамина к отцу. Но Иосиф сказал, нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будь мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему. И подошел Иуда к нему и сказал. На самом деле, здесь очень трагический момент. Иуда буквально пошел в атаку на Иосифа. То есть, начинается как столкновение. И древнее предание настаивает на том, что это было так решительно, что на небесах эхом отозвалось вот это действие Иуды. И подошел Иуда, как вот армия подошла к городу, вот такой образ. Обложила город, а терять-то нечего. И подошел Иуда к нему и сказал. Вот здесь каждая фраза, каждое слово очень тяжеловесное. «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон, господин мой, спрашивал рабов своих, говоря, есть ли у вас отец или брат?» «Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, отец любит его. Ты же сказал рабам твоим, приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него». И Иуда как бы начинает обвинять этого человека. «А зачем ты вытащил нашего брата? Зачем тебе наш брат? Зачем тебе мальчик еврейский? Может быть, ты заранее все это спланировал?» «Мы сказали господину нашему, отрок не может оставить отца своего. И если он оставит отца своего, то сей умрет». То есть мы были против этого самого начала. «Но ты сказал рабам твоим, если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являйтесь ко мне на лице, когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему». «К рабу твоему». Иосиф опять промолчал. Вот этот момент ему дал Бог, чтобы он исправился. Он мог сказать, «Яков мне не раб». Он промолчал. Поэтому в окончании книги «Бытия» говорится, «И похоронили братья Иосифа, которые были значительно старше его». «Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш, «Пойдите опять купите нам немного пищи». Мы сказали, нельзя нам идти. А если будет с нами меньше брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего. И сказал нам отец, «Раб твой» – третий раз. «Отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов». Еще одну возможность Бог дает Иосифу исправиться. «Один пошел от меня, и я сказал, верно, он растерзан. Я не видал его до ныне. Растерзан зверями». Здесь, воспроизводя слова отца, они себя сравнили со зверями. «Если сего возьмете от глаз моих и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб». Кстати, совершенно неожиданно для еврейских грамматиков, когда вот говорится о злодеяниях братьев против Иосифа, совершенно неожиданно они называются Гаим. То есть Гоими, псами. И еврейские грамматики ломали голову. Почему они так называются? Давайте вспомним, как пишет апостол Павел в послании к римлянам. «Не тот иудей, кто внешне таков, и не то обрезание, которое на плоти, но тот, кто внутренне таков». То есть они оказались низведены на положение Гаим. И Иуда продолжает свое наступление. Здесь небо и земля, все колышется. «Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душею которого которого связана душа его». Видите, Иаков прилеплялся то к Рахиле, то очень сына Иосифа любил, потом Вениамина. Душой прилеплялся. «То он, увидев, что нет отрока». Вот каждое слово, это как будто собственной кровью пишет Иуда на неком пергаменте собственной трагедии. «То он, увидев, что нет отрока, умрет и сведут рабы твои, седину, раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб». Он как бы говорит, «Ты этого хочешь, египтянин поганый?» «Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, «Если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни». Он объясняет, почему именно он говорит. Он обещался отцу. «Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего. А отрок пусть идет с братьями своими». Это почти ультиматум. «Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». Он не способен этого увидеть. Он не способен это пережить вновь. Он уже видел плачущего отца Иакова. А что же будет далее? Когда же Иосиф сознается? Когда же Христос Иисус откроется еврейскому народу и скажет, кто он есть? Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы продолжим беседу уже по 45-й главе книги «Бытия». Подписывайтесь на библейский портал Акзигет, чтобы вовремя получать информацию о предстоящих главах тех или иных книг, которые мы здесь изучаем. Спасибо всех, Христос! Акзигет